Сегодня мы вам покажем рецепт супер вкусной аджики. Для этого нам понадобятся болгарские красные перцы, помидоры и чеснок. Вот такие мы помидоры купили мясистые, вкусные и сладкие. Сначала все овощи хорошо промойте, уберите хвостики с помидорчиков. Перцы тоже вот промыты уже, вот такие вот видите, перцы красивые, сладкие. Друзья, так как мы готовим аджику не первый раз, каждый год мы готовим, поэтому все ингредиенты мы делаем на глаз, но на этот раз я решила все взвесить, чтобы точно сказать вам. Значит 3 300 грамм, 3 килограмм 300 грамм здесь болгарских перцев и 8 килограмм 400 грамм помидоров. Друзья, вот на такое количество овощей, помидоров, перчиков мы будем использовать до 10 штук горючих перчиков. Если вы любите аджику очень острую, можно больше добавить, до 15 штук. Но так как мы не любим очень острое, думаю нам вот этого количества будет достаточно. В чеснок добавьте 10 головок чеснока. Опять-таки это на вкус, если любите, чтобы чеснок чувствовался и был такой более насыщенный вкус чеснока, можно больше, но в нашем случае нам этого тоже достаточно. Мы сейчас еще немножко сюда почистим чеснока и начнем теперь нарезать все мелко. Нарезку овощей нужно сделать максимально мелко, чтобы не пропускать часть в мясорубку. Ну все, друзья, начинаем процесс нарезки овощей. Обязательно хвостики чистим, не оставляем ничего здесь. Как я уже говорила, нужно нарезать максимально тоньше и мельче. Можно вот так вот и вот это все нарезать потом кубиками. Процесс очень кропотливый, долгий, но все это стоит того, потому что когда вы зимой к обеду подойдите аджику, то это будет очень вкусно и полезно. Если у вас есть овоща резка, то можно ей воспользоваться, чтобы вот так вот не мучиться все быстренько нарезать. Смотрите, вот так вот мы нарезали. Видите, не очень мелко и не крупно. Сейчас нарежем стручковый жгучий перец. И вот немножко еще помидорчик остался. Дорезать. Друзья, перчики, смотрите, нужно нарезать вот такой формы, чтобы были не слишком мелкие и не слишком крупные. А это мастер-класс от моего мужа, как нарезать перец. Да давай, покажи. Мелко, но чуть-чуть мелко делать. Так, ну далее, после того, как вы все нарежете, желательно оставить на пару часов, чтобы овощи дали свой сок. После этого солите, добавляете 2-3 столовые ложки соли. Пробуйте на вкус. Если соли мало, можете еще добавить. То есть по своему вкусу. В основном вот на такой тазик мы солим 2 столовые ложки. Видите, друзья, вот так вот варим, варим, варим. Перемешиваем. До какой консистенции нужно будет сварить, я вам покажу. Пока на данном этапе мы еще варим это все. Вот, друзья, смотрите, консистенцию. Видите, она у нас варится, и вот овощи уже смягчаются, становятся такими мягенькими. Пока мы еще варим. Но по времени я точно не могу сказать, нужно смотреть по консистенции овощей. То есть, когда уже полностью варка закончится, я вам консистенцию покажу. Сейчас очень такой вкусный ароман здесь стоит. Чеснок прям делает свое дело. Смотрите, после того, как сделали пюре, еще нужно сварить где-то час-полтора, минимум. А там видно будет по консистенции. Он должен вместе с соком еще этот подсолнечный масок. Я на глаз добавляю, ну, стакан. На тазик стакан. На один стакан масла добавляем, и солнечное. Я добавляю вот так. Вот, один стакан. Я же помню, больше, нет? Да, больше не сока не будет. Еще где-то ему есть полчаса потомиться, посмотрю, как масло уже впиталось. Сок закончится должен, и должно масло впитаться. Вот, смотрите, друзья, аджика полностью готова. Вот такой она консистенции. Очень вкусная. Я уже попробовала. Обалденный вкус. Ну вот, друзья, у нас все готово. Эти баночки мы закрыли такими крышками. Эти вот так вот. Сейчас накроем и будем ждать полного остывания. Потом уже уберем. Желаю вам тоже легких закруток. Приятного аппетита. Делайте. Готовьте тоже. На зиму это очень вкусная закуска к обеду. Хоческа. Помогите. Сергей.